Москалькова прокомментировала упрощение выдачи паспортов жителям Донбасса. Москалькова прокомментировала упрощение выдачи паспортов жителям Донбасса 19.29. РИА Новости. Максим Блинов. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. РИА Новости. Максим Блинов. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото. Москва, 25 апреля. РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала гуманитарным коридором указ об упрощенном получении российских паспортов жителями непризнанных республик Донбасса, сообщается на сайте Омбудсмена В среду президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины Соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля Президент, говоря об указе о выдаче паспортов жителям Донбасса, заявил, что у России нет никакого желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с правами в Донбассе переходит границы Москалькова отметила, что к ней поступали многочисленные обращения от жителей Донецкой и Луганской областей с просьбами о помощи в реализации неотъемлемых прав человека Военная и экономическая блокада, которую установили украинские власти на востоке страны, оставила большинство из них без работы, возможности получить качественное образование и медицинскую помощь, говорится в сообщении 12.43 Путин объяснил решение выдавать российские паспорта жителям Донбасса Омбудсмена обратила внимание на то, что в Киеве не собираются отказываться от практики фактического установления кордонов на границе областей и продолжают практику изоляции населения, которая может привести к гуманитарной катастрофе Поэтому указ стал для людей гуманитарным коридором, он даст жителям возможность получить дополнительные меры социальной поддержки Благодаря ему они смогут реализовать свои права на труд, на образование, пенсионное обеспечение, медицину, свободу передвижения и т.д. Закрепленные в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах 1966 года, сказала Москалькова При этом российский омбудсмен подчеркнула, что получение российского гражданства это добровольное решение, не отменяющее гражданство Украины Этим актом Россия не создает прецедента Известно, что отдельным категориям украинских граждан в последние годы активно оформляют гражданство Венгрии и Румынии Таким образом, в условиях тяжелой гуманитарной ситуации на юго-востоке Украины Россия не бросает на произвол судьбы людей, с которыми нас роднит общая многовековая история Говорится в сообщении, вчера, 21-3 в МВД разъяснили порядок получения гражданства России жителями ДНР и ЛНР Редактор субтитров А.Семкин